День последний чемпионата страны сезона 2021 День последний чемпионата страны сезона 2021 Истафета, так, это уже награждение 200 на спине, 100 бат На спине пловут парни, 100 бат пловут девушки Опять же только финалы 50 браз мужчины, 50 вольные женщины 2 истафеты комбинированные в конце Ну вот собственно и все Вот собственно и все, и чемпионат закончится Вот вроде бы 6 дней, вроде бы такая обширная программа А 6 раз по полтора часа и все, и все Да, как-то без полуфиналов уже начинает быть грустно Как вообще раньше жили без полуфиналов? Ведь как было раньше, да, вот еще в мое время Утром предварительно, вечером финалы Казалось бы, такая растянутая программа На 8 дней Как это вообще все было? Сейчас без полуфиналов себе очень сложно представить вообще любой турнир Ну вот, когда они появились на рубеже 90-х двухтысячных Была большая проблема По себе помню Когда человек привык плыть в утро-вечер Растягивать на 2 дня Это убийство потопа Так, ну что, давайте все-таки начнем с эстафеты Правильно, у нас сегодня была квалификация в эстафете 4 по 50 королевой И мы говорили о том, что мужские эстафеты у нас на сегодняшний день на чемпионате страны Собирают по 20 команд с лишним У девочек, конечно, чуть менее массово Но все равно 16 команд Причем две команды Одна была дисквалифицирована Санкт-Петербург И одна не вышла Это Москва Не пугайтесь, Санкт-Петербург Вторая команда была дисквалифицирована И Москва 2 не вышла Первые команды высшедначенных регионов, конечно же, попали в финал Причем с лучшими временами Москва показала лучшие Лучшее время Питер пока отстает всего лишь на 0,07 Как вы понимаете, сейчас будет самое интересное Ну и Новосибирск рядышком Правда, Новосибирск без, наверное, своих лидеров Потому что в Сурково пределе, не к Новопределе В общем, будут справляться девчонки без них Ну, в общем, посмотрим, что из этого получится Итак, 4 по 50 королевая женская Первый заплыв дня сегодняшнего И для меня, честно говоря, очень удивительно видеть команду Свердловска Не просто в финале, а в составе практически том же, что и накануне И Стафета 4 по 200 Вспоминаем, да? Соломантия начинала, Устинова заканчивала, Малакаева была третьей Вот, собственно, вот эти трое сейчас будут 4 по 50 плыть Зачем? Ну, сложно объяснить Ну, видно, сегодня никому не нашлось применения Поэтому почему бы Стафета не стартануть? Ну, а там, глядишь, за что-нибудь зацепимся Хотя, на фоне Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска Мне кажется, здесь никому ничего не достанется Но, опять-таки, это мы предполагаем А на самом деле здесь медальки уже растащили Масса регионов и чемпионов страны Здесь появилось большое количество Сызнова Ну, вот, собственно, с Стафеты Мы с вами нашу Санкт-Петербург И начинаем Восьмая дорожка Команда Воронежа Здесь будут плыть Анастасия Саратова Она юниорка Саша Цветковская Уже, по-моему, ни в одном финале здесь засветилась Да и можно назвать ее лидером команды Воронежа Настя Майорова Также 2006 года То есть юниорка глубокая И Екатерина Полуянов Тоже юниорка Но юниорка последний месяц Соответственно, Цветковская Это у нас опытный боец Две юниорки шестого года И Катя Полуян будет закачивать эту эстафету Статус юниорка пока что Но это вот буквально все закачивает Вот Свердловская, которая меня здесь удивляет Малакаева, Соломатина, Кустинова, Кривко Кривко, юниорка Остальные девочки более чем заслуженные Не по одному году выступали за национальную команду Башкатарстан Поле Егорова начинает эту эстафету Дальше Яна Терегулова Оксана Пашкова Ангелина Пряникова Белград Белград попал на вторую дорожку Лера Жилина Маша Сетрова Алена Овсянникова И Пономарева Четвертым результатом в финал попала сборная Ханты-Мансийской Югры Ну здесь нужно сказать, что три команды показали результат по одной сорок одной Югра проиграла две секунды Ну и пока четвертый Вечерний вариант эстафеты Киселевская Агапитова Чемпионка на стол на спине Полетаева И, конечно же, на финише Куженкова Ну а вот теперь три команды по сорок одной Начнем с Новосибирска У них пока третий результат Хотя от лидеров их отделило сегодня утром две десятых Ну и сразу же Суркова, Никонова, Трофимова, Грищенко Я говорил, без них, да? Нет, без них было утром Вечером, конечно, без них не получится Суркова, Никонова, Трофимова, Грищенко Это прямо-таки заявка на очень серьезный результат Еще раз повторюсь Утром без Сурковой, без Никоновой Новосибирск проиграл Москве и Санкт-Петербургу Всего лишь три десятых Посмотрим, что будет вечно Питер, Татаринова, Устинова, Курилкина, Шваева И Москва, Комарова, Сусарова, Васькина, Чемеса Так, ну вот по именам По именам Конечно, у девочек шансов против Новосибирска Ну, практически нет Причем Новосибирск, как опытная команда Сразу же выставляет своих лидеров на первые этапы Суркова сразу же начнет Никонова будет вторым этапом И здесь у нас преимущество будет уже, наверное, в корпус Над ближайшим преследователем И, что называется, догоняйте Ну, посмотрим Посмотрим, что из этого Может получиться Итак, первые этапы Свердловск, Молокаево, Белгород, Жилино Новосибирск, Сурково, Москва, Комарова Питер, Татаринова, Ханты, Киселевское Башкирия, Егорово и Воронеж, Саратова Что-то я Арину Суркову не узнаю Дорожка номер три Ну, сейчас, может, по технике определю А, ну вот, все, да Впереди планеты всей уже полкорпуса Напоминаю, четыре по пятьдесят Не четыре по тысяч пятьсот Четыре по пятьдесят И корпус уже на первом этапе Новосибирск привозит С ближайшим соперникам На втором этапе Никонова Никонова к этому моменту выиграла Пи-это сто двести Ну и пока Новосибирск Сей стопет своей забрал Да, ну вот, как мы и говорили Корпус после двух этапов Теперь догоняйте Причем особо догонять там не получится Одна из сильнейших юниорок В принятии Даша Трофимова Будет плыть на третьем этапе Хотя, вот, смотрите Там Питер пытается сопротивляться Это как раз Даша Устинова на втором этапе Ну, мне кажется, Устинова Несколько побыстрее проплыва Чем Катя Никонова Тем не менее Вот опять третий этап Даша Трофимова Даша Трофимова Против Саши Курилкиной Две юниорки Пятого года Но Трофимова сохранила С собой преимущество в корпусе На последнем этапе За Новосибирск Анита Гриченко За Санкт-Петербург Иршваева Догнать, конечно, это Невероятно Москва третья Здесь тоже Ничего, наверное, не изменить Хотя на последнем этапе Варвара Чемесова Но За 50 метров Шваева, конечно же Не отдаст Хотя Есть там какая-то интрига Что же касается Победы Новосибирска Ну, мне кажется Все было Заранее известно Осталось только узнать Результаты Результаты Понять Насколько девчонки Выложились в этом заплыве Ну и зачем Новосибирск Так убивался В первом же заплыве В первой же эстафете Никона у нас получается Уже семикратная Да, чемпионка страны Впереди еще Полтинник вольный Ну, правда Против Арины Сурковой Так что, знаете Будет как у Мэтта Бионди 6 плюс 1 серебро Хотя у Мэтта Бионди Было 5 Плюс 1 серебро Плюс 1 бронза Это я имею в виду 88-й год Олимпийские игры Когда Мэтта Бионди Пытался побить рекорд Ну, вернее Повторить рекорд Марк Спица 7 золотых медалей За одну Олимпиаду Ну, вот сразу Первые же 2 заплыва Для Мэтта Бионди Закончились фиаско Сначала он проиграл 200 вольный Если мне память не изменяет Причем финишировал третьим А затем Что-то еще Какую-то личную дисциплину А, нет, не помню Проиграл еще одну Какую-то личную дисциплину И, собственно Дальше 5 золотых У Кати лучше получилось Так, ну, у девчонок Хорошее настроение Все ждут Официальных результатов Потому что Судьи пока еще Не объявили Что результаты официальные Соответственно Может быть будут Какие-то корректировки По местам Связаны с дисклификацией Потому что Спешная такая Эстафета Быстрая Все пытаются Быстрее-быстрее По 50 Переходы Очень тоненькие И, собственно Можно улететь На фальстарт Особенно если Неопытные Девочки И, конечно Не хочется Терять Своё Свердловск Дисклифицирован Ну, у меня Свердловская область Самые опытные И Попали в дисклификацию Что касается Новосибирск-Питер-Москва Ну, здесь мы видим Санкт-Петербург И Москва Проплыли На 2 секунды Быстрее, чем утром Но Мы видим Что с Новосибирском Сегодня бороться Не получается Никак Результатов Пока еще Нет Я имею ввиду Раскладок Поэтому Плавно переходим К следующему Финалу Вот на протяжении Его-то Как раз Мы и Обсудим Практически Все 1500 метров Вольным стилем Мужчины Главный вопрос У нас сейчас Сильнейший Заплыв Или у нас Финал Отвечаю Финал Потому что В предварительных Уже ребята Вчера утром Разок 1500 проплыли И показали Следующие Результаты Саша Егоров С лучшим временем Попал в финал 15.02 Александр Степанов Был вторым Травников Третий Садыков Ртищев Нестеров Долгов И Адеев Сказал Восьмой Результат 15.19.28 Это закрылся Финал Из тех Кто не попал В финал И кого мы Сейчас не увидим Это Кирилл Беляев Десятое время Кирилл Беляев Это наш Довольно Прославленный Марафонец Открытой воды Ярослав Потапов Участник Олимпийских Игр В Рио На 1500 Чемпион Страны И в тот момент Ну вот И тогда На Олимпиаде Не очень получилось Выпуск Из 15 минут Ну и впоследствии Как-то То болезни То еще что-то То Расфокус С длинной Водой С открытой водой В общем Ярослав Пока еще не вернулся На прежний уровень Что называется Ждем Но вот этих Двоих Мы Не увидим В финале Зато Увидим Других Денис Адеев Денис У нас представляет По-моему Удмуртия Так Удмуртию Представляет Денис Адеев И он Также выступает В открытой воде И выступает Очень даже Успешно Про Кирилла Долгова Можно сказать То же самое Он также Из Удмуртии Разница В возрасте Адеев Чуть-чуть Постарше Чем Долгов Но в целом Тренируются Так, наверное Вместе Да и результаты Показали Довольно Близкие Друг другу Анатолий Нестеров На ваших экранах Санкт-Петербург Это уже 15-10 Вообще Надо сказать Плотненькие Показательные Для полторашки На чемпионате Страны От первого До восьмого Получилось 17 секунд Причем От первого До седьмого Там В 7 секунд Уложились И первый парень Артищев Алексей Он только что Выступал На чемпионате Европы Был интересен На 400 На 400 Был интересен Сейчас будем Любопытствовать На него Второй дорожке Он представляет Так же Санкт-Петербург Ротлан Садыков Перми Дорожка номер 6 Это четвертый результат Предварительных заплыл Максим Травников Москва Ярославль Очень удивительный Двойной зачет Я понимаю Ярославский парень Вопросов никаких Но вот С 90-х годов У нас Москва На двойной зачет Не соглашалась Сейчас что-то Что-то поменялось Ну смотрим Что из этого получится Еще один ярославский парень Александр Степанов Дорожка номер 5 И это уже 15.05 На финише Предварительного заплыва Ну и вот наконец Чистый москвич Александр Егоров Участник олимпийских игр Причем отобрался На трех дистанциях 400 800 1500 Две последние Выиграл на чемпионате страны Здесь пока Победами Не отметился Ну вот 1500 Вполне Вполне реалистично Оказать хороший результат Напомню Что в нашей команде Есть еще Кирилл Мартынычев Почему его сейчас нет На чемпионате Неведомо Он выступает За Санкт-Петербург Он тренируется В Санкт-Петербурге И собственно На одном из этап Купка мира В частности в Берлине Мартынычев показывал Очень неплохое время Он практически До последних метров Боролся с самим Флорианом Вилброком И проиграл Буквально в концовке Причем По-моему Тактически А не функционально Почему его нет На чемпионате И будет ли он выступать На мире Вот Я пока на этот вопрос Ответить вам Наверное Не смогу А хотелось бы А хотелось бы И так 1500 метров Вольным стилем Прекрасная Прекрасная Возможность Отбудить Все что только хочется Все что только хочется 15 минут чистого восторга В бассейне Сейчас посмотрим Как будет разворачиваться Борьба И будем Плавненько возвращаться В женской эстафете 4 по 50 4 по 50 Королевая Женская Победители мы видели Единственное Что хочется Обсудить Показанный результат У нас Саша Егоров Сразу же Взглавляет Заплыв Ну и Что хочется Напомнить Ну наверное Про рекорд страны Да У Юры Прилукова 14-16 Давненько К этому показателю Никто не приближался Причем Юра Прилуков Так пробыл Еще в шестом году Мы очень рады Когда у нас Ребята начали В районе 15 минут Плыть В длинной воде Но вот В короткой Тоже Из 15 минут По праздникам Вот Кирилл Мартыныч Немножко Порадовал нас На одном из этап Кубка Мира В частности в Берлине И опять-таки Ушел куда-то В тень Надо признать Что у нас На сегодняшний день С полторашкой Я не могу сказать Что у нас Все хорошо Но у нас Очень перспективненько Все На сегодняшний день Мы как-то В одной из предшествующих Трансляций Считали У нас есть 6 человек С уровнем Результатов 15 Из 15 Или Там 15 Даже опередил Самого Сальникова Ну и Дальше 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 Следующий сезон Смотрим Коротко Сезон короткой воды Не разочаровал Но вот если бы Искирилл на Чемпионате мира Немножко скучновато Хотя мне кажется Он бы там мог бы Если не за троечку Но в финале Точно был бы А там Посмотрели бы Кто присутствовал Наверняка был бы Флориан Вилброк Наверняка был бы Григорио Полтриньери Которому не хватило До рекорда мира Вот буквально Только что На чемпионате Европы У каких-то Несколько Десятых У Флориана Вилброка До рекорда мира На этапе Кубка мира Также не хватило По-моему Двух секунд Где это было В Казани Или в Дохе Я честно говоря Уже запамятовал Но так или иначе Вот эта пара Бы там точно была А после них Или даже так Вместе с ними Практически всю дистанцию Мог бы пройти Кирилл Мы видели в Берлине Что он способен На такие скорости А там глядишь И рекорд стороны Можно было зацепить При определенном Стечении обстоятельств Можно было и в троечку Попасть Можно было пободаться С сильнейшими Но в любом случае Опыт был бы не лишним Пока я честно говоря Не видел выездного состава Нашей сборной Вроде бы как Исполком Утверждающий Этот список Прошел Но почему-то Ни объявлений Ни сообщений Ничего Наверное Это все еще дорабатывается Потому что Есть еще белые пятна И как бы Объявлять Выездной состав С 10 белыми пятнами Пока проблематично Тем более Что наши лидеры Буквально Последние два дня Завалили нас отказами И посмотрим Что будет вообще В Абудабе Ну что Егор вроде бы уплыл Но пока Не очень далеко Отрыв есть Больше корпуса Но Остановился в этом Поступательном движении Такое ощущение Что задача была На первые 200 метров Выиграть корпус И дальше плыть С той же скоростью Ну это конечно Не тот вариант Который мы ждали Поэтому я плавно Перехожу К женской Эстафете Результаты Раскладочные Есть Ну и давайте Начнем Наверное С того С Москвы Или нет Давайте снизу Начнем Если будут Появляться Хорошие результаты Для меня Хороший результат Это быстрее 25 секунд Я буду Говорить Так Ну здесь У нас что Свердловск У нас тут Спифицирован На третьем этапе Это Лера Соломатина Сделала Фальстарт Причем Я говорил О том Что Фальстартом Не является Уход тумбы Минус три сотых Ну вот Леру летело Минус семь Вообще Переходы Конечно Свердловске Были хорошие Там Устинова 18 Кривко 29 Ну вот Лера Поторопилась Поторопилась Так У Воронежа Из 25 Никто не выпал Лучший результат Естественно Цветковской 25-30 Белгород Тоже Все по 26 В среднем Башкатарстан Ну тоже 26 25 Полина Егорова На первом этапе 25-8 На последнем Этак Тряникова 25-27 Ханты Четвертый результат Показали Проиграли Правда Много Практически Три с лишним Секунды Уступили Лидерам То есть Это в среднем По одной секунде На полтиннике Это многовато Но вот здесь Практически Все по 25 Наиболее Интересные Результаты Конечно же У Киселевских 25-9 Первым этапом И у Гуженковой Последним 25-23 Ну а вот теперь Тройка призеров Кстати У нас Егоров Вроде бы Уплыл в отрыв А сейчас Его начинают Потихонечку Поджимать Сейчас его Начинают догонять Не очень красивая Тенденция И я думаю Что Егоров Сейчас еще оставит На финиш Запас Ну рано еще Говорить Еще даже Половину дистанции Не прошли Пока еще О финише Наверное Мы и не мечтаем Но вот я думаю Если уплыть Не удалось Наверное Теперь придется Возить соперников Из угла в угол На протяжении Почти тысячи метров Готовясь к финишу Так Москва Аня Комарова Первым этапом 25-21 Сусарова С переходом 5 сотых Вот Уже совсем Другая история Москва На переходах Здесь была хороша Правда проиграла Почти секунду Санкт-Петербургу Но Но уже Девчонки старались Итак Лиза Сусарова 5 сотых На переход И 24,57 Даша Васькина 18 сотых На переход И 24,92 Ну и Варвара Чемисова 36 сотых На переход И 25,17 Ну а теперь Санкт-Петербург Первым этапом Татаринова 24,87 Дальше 17 сотых Переход И Даша Устинова 24,07 У Курилкина Переход 21,00 И 25,03 И Рышваева 44,00 Стоял на тумбе И 24,91 Проиграли Проиграли тоже секунду По большому счету Здесь борьбы Как таковой не получилось Мы видели Что там Какие-то интриги Эпизодически Появлялись Но они были Надуманными Новосибирск Первым этапом Арина Суркова 24,11 Но это пока Лучший показатель Из всех Участниц Заплыва Даже Катя Никонова На втором этапе А вот кстати Переход не обозначен Интересно почему Но результат 24,22 На третьем этапе Переход У Трофимовой 34,00 И 24,49 И Анита Крищенко Переход 19,24,77 То есть Новосибирск Все четыре этапа Включая первый Причем первый Был самый быстрый Из 25 секунд Ну вот собственно И весь секрет Секрет побед Ну кстати У Питера тоже Почти все Из 25 У них вот Саша Курилкин 25,03 Ну вот пожалуй И ориентир Для других команд Если есть четыре человека 25,0 Из 25 То Пожалуйста Причем это же То есть Переходы То есть Это не под команду Ну и соответственно Трезовое место Так Ну что У нас В заплыве Александр Егоров Все ближе и ближе Подпускает К себе Ярославцев Ну хотя здесь Один ярославский Спортсмен Александр Степанов А второй Руслан Садыков Представитель Пермского края Ну и посмотрите Плавненько Вроде бы Отпустили В начале Но потом Получается Раскладочка Получше У догоняющих И вот Теперь вопрос А Егоров То удержится Так 918 Сейчас пытаюсь понять Это сколько 900 950 метров Да Сейчас следующий Отрезок будет 1000 Правильно я понимаю Или неправильно Насколько пар не идут У меня нет Онлайн Результатов Поэтому Проболтал Проболтал Сейчас пытаюсь Разобраться На какой уровень Результатов Парни плывут Ну если это На 45 На 45 Ну посмотрите 800 метров Егоров Вроде бы Был Соответственно Есть разбивки По трем Хотя до этого На чемпионате мира Если Саша Туда соберется Хорошо или плохо То что мы сейчас Наблюдаем Ну так скажем Опять Перспективненько Ведь Егоров Прекрасно Видел Заплывки Мартынычева Кирилла Мартынычева И Прекрасно Понимает На что Готовится Соперник Я так понимаю Что там Дружинина Потапова И других Ребят Уже особо Не обращают Внимания Сконцентрировались Друг на друге Два наших Основных Стайра И Работают Друг от друга И стоило Мартынычева Проплыть Почти равный Заплыв С Флорианом Вилброком У Саши Наверное Появилось Второе дыхание И вот сейчас Мы на чемпионате Наблюдаем Различные Тактики Проплывания Опять же Обращаем внимание 200 метров назад Степанов Догнал Уже Егорова И выглядело Все это Очень бесперспективно А теперь Опять уже Два корпуса И Откровенно По 58 Укладывает 100 метровки Саши Егоров Таким образом У нас сейчас Ну наверное Все таки 14.40 Мы разменяем Напомню Что у нас Рекорд Юниорский Пронежит Кирилл Мартынычев 14.30 Ну Егоров Со средней Пятисоткой То что мы Видели По одной Минуте Конечно же На 14.30 Не выскочил Но опять-таки Будет любопытно Посмотреть Раскладку Что Собственно Егоров Демонстрировал Где был провал Зачем Не провал А специальное Было такое Притормаживание Рваное Проплывание Ну и у нас Остается буквально Сколько Вот я опять Бился 200 200 метров Да До завершения Дистанции Нет 100 100 метров До завершения Дистанции Да Вот нам Мы видим Цифру 3 Судьи Демонстрируют Спортсменам Потому что Сейчас 3 бассейна То есть 75 метров Кстати Обратите внимание Саша Степанов Да Саша Степанов Тоже В свою очередь Начал прибавлять И Пока В этом заплыве Не все так Однозначно Степанов Третьего года То есть У него Юниорское плавание Тоже Ну Наверное Уже Кануло в лету Рекорд России Устоял Но Это тоже Будет результат На 1440 Причем Посмотрите Егоров То вроде бы Пытается финишировать А у Степанов Это получается Лучше И Даже Вот Слушайте Не заплыв А какое-то Маркобесие Егоров Хорошо Начал Степанов К 1000 Догнал Затем Егоров На 1300 Имел преимущество В два корпуса И как он Проиграл Я вообще Не понимаю Мы видим Что Саша Расстроен Почему Ну Во-первых Во-первых При комплектовании Команды Первый Голову Смотрит На чемпиона Егоров Невзрачно Выстыкал На 400 Наверняка Хотел Здесь На 1500 Выиграть За явным преимуществом Это не получилось Если Два Человека На мир Отправят То Тогда У Егорова Есть Неплохие Шансы Но Если Кирилл Мартынычев Уже Каким-то Образом Показав Высокий Результат В Берлине Заявил Своё Желание Выступить В Будабе То Тренерам Есть над чем Поломать Голову Официально Егоров Егоров Сегодня Проиграл Мы Видели Что Это Было Не Что Называется Откровенный Проигрыш Схема Которая В итоге Измотала Александра И не позволил Ему в конце Противостоять Степанову Но По факту Результаты Останутся 1440 В пользу Ярославля А Москвич Сегодня Только второй Ждём Честно говоря Результатов Я думаю Что мы Обсудим Во время Награждения Ну и Всё Это Крайне Крайне Интересно И весело Итак Далее У нас Заплыв Супер Спринтерский Стовольный Стиль Мужчины Накануне Мне лично Очень понравились Полуфиналы Напомню Что у нас Не сумел Даже попасть Да нет Не будем Про тех Кто не сумел Про тех Кто сумел Марков В финале Он выиграл Полтинник Но вчера Плыл Несколько Дистанций В том числе И стовольный Я так понимаю Немножко Приберегал силы Потому что В предварительном Он был поинтереснее В полуфинале Несколько 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 Несконцентрирован Был Поэтому Попал в финал Со вторым результатом С лучшим временем В главной восьмерке Будет значиться Дмитрий Жаворонков И по бокам От него Павел Самусенко От которого Можно ждать Что угодно И Сергей Фесиков Который переживает Вторую молодость Если уж Говорим про вторую молодость То невозможно Не заметить Данила Изотова Ну в общем Заплыв будет Любопытный Для любителей Чего угодно И юниорского плавания И быстрого Королевого плавания Ну и те кто Любит Копаться В различных Хитрасплетениях В биографиях Ну вот сейчас Все увидим Василий Кукушкин По восьмой дорожке Он закрыл Финал 48.32 Представляет Санкт-Петербург Волгоградец Владислав Шанчук Плывет По дорожке Номер один Это все результаты По 48 с копейками Антон Волошин Бронзовый призер На 100 комплекс Выходит на дорожку Номер семь А дальше Результаты Из 48 И по второй дорожке Данила Изотов Рекордмен страны Призер Олимпиад Призер Миров Причем и в личном И в эстафетном Плавании Неоднократно Честно говоря Не знаю сколько раз Данила Изотов Выиграл чемпионат страны Но думаю что раз Пятьдесят С учетом короткой Длины воды И различных Эстафетных гонок Ну наверное у Фисикова И того больше побед И на 100 метров В свое время Он был одним Из сильнейших Плавцов России Опять таки Эстафетные гонки Чемпионом мира Рекордсменом мира На 4 поста Был неоднократно Здесь выиграл 100 комплекс Здесь выиграл 100 комплекс Вторым был на 50 На спине В составе эстафеты Тоже стал чемпионом страны Ну Павел Самусенко Это вообще Легенда данного чемпионата Победы на Получается 100 на спине 50 на спине 100 бат И вот сейчас 100 вольный С третьим результатом Попал в финал Улыбки нет Значит сконцентрирован Данил Марков Первый выиграл На этом чемпионате На дистанции 50 метров Вольным стилем Намерен повторить И успех на 100 метров Еще повторюсь Полуфинал Был немножко Расфокусирован Потому что Впереди были Еще эстафеты И заплыв Еще какой-то был заплыв Финал какой-то еще был Поэтому Данила Маркова Здесь Здесь не очень получилось Ну а Дима Жаворонков Был третьим на полтиннике Он представляет Нас Самару Ну и пока 47.06 Причем вчера Финишировал И так по лицу Особой радости Не было заметно Наверняка Отнесся к результату 47 с маленькими Ну так как К рабочему Проходящему Показателю Напомню Напомню Что у нас Собирается По традиции Очень хорошая команда На 4 поста Если уж на Олимпиаду Мы ехали выигрывать То на чемпионат мира Опять-таки У нас коллектив Достойный Вспоминаем О Клименте Колесниковой Вспоминаем О Александре Щеголеве Вспоминаем О Владе Гриневе Они все выступают На параллельных турнирах И показывают Очень неплохие результаты Может быть Подъедет Володя Морозов Ну и кого-то Конечно же Пригласят С российского чемпионата Вопрос в личные номера Или только эстафетные Это наверное Нужно обращаться К представителям Национальной команды И тренерскому штабу Но в любом случае Если сейчас Будет показан Классный результат Там 46 Или 45 Ну а куда деваться Надо на мере плыть Итак Изотов по 2 Самусенко по 3 Жаворонков по 4 Марков по 5 Лисиков по 6 Вот наверное Основной круг Претендента Самусенко Первый по ногам Разворачивается Да А нет Это Фесиков по 6 Все время путают Третью в 6 И Фесиков пока впереди Не плыл полтинник Потому что в тот же день Был финал на 100 Комплекс И причем Они были друг за другом Конечно Сергей должен был Что-то выбирать Ну вот Выбрал 100 Комплекс Не прогадал Сейчас На 100 метров Лидирует 75 метров За Фесиковым Идет Данил Марков Ну и собственно Оба Обычно На финише Чувствуют себя Не очень хорошо Отлично Накатывает Павел Самусенко Он по-моему Третий Может даже быть Вторым Или Или вторым Ну вот 46-95 Это конечно Как я говорил 47 Но Сергей доволен Ну что Две победы На 100 комплекс И 100 вольные Я думаю Что на мир Сергей поедет Самусенко Наверное Будет там же Марков Не знаю 47-40 На 100 метров Победа на полтиннике Но у нас же есть Морозов И Колесников Не знаю Не знаю Жаворонков Четвертый Мне кажется Обидно Вчера плыл 47-06 Был бы сейчас Ну как минимум Вторым Но вот Повторить в финале Этот же результат Не сумел Что касается Сережи Фесикова Жалко Что мы не увидели Его на полтиннике Вольном Но так Так распорядились Организаторы Турнира Поставив Две Такие спринтерские Дисциплины Друг за другом Ну хотя мы видели Как 100 комплекс И полтинник Вольный В Кубке мира Стояли друг за другом И это помешало Володе Морозову В этом сезоне Высоко подняться В общем зачете Кубка мира Потому что тоже Нужно было выбирать Из этих двух Основных Для него дистанций Что-то одно И на 100 комплекс Он по-моему Так ни разу Не вышел Хотя Это бы принесло ему Просто гору Зачетных очков А так Он только Демонстрировал себя В десятке После того Как два сезона Подряд Выиграл Общий зачет Ну у Сергея Мы видели В конце Самусенко Конечно Наваливал И Как знаете Любят Говорят Еще бы 5 метров И победил бы Но у нас же Все-таки 100 метровка А не 105 метров Поэтому Все по-честному Пенять можно Только на самого себя Следом у нас Финал На дистанции 200 Браз Девушки И К моему Искреннему удовольствию Мы увидим Баталию Да То есть Если бы кто-то Из двух фаворитов Симонова Или Ефимова Не вышли бы на старт Было бы грустно И неинтересно Но они вышли Вдвоем Сегодня утром Симонова пропла за 23 Ефимова пропла 26 Но ей быстрее не надо Сейчас разборка будет Ну как минимум На 2.18 Напомню Что у нас Темникова Направлено В соревнованиях Проплала за 2.19 Тут буквально Два дня назад И у нас Есть Чекунова Которая буквально На Европе Установила новый Юношеский рекорд Чего? Мира Единственное Что сейчас Есть информация Что вроде бы Чекунова приболела Но там не серьезно Со дня на день Ждем ее опять в бассейн Давайте смотреть Кто попал в финал Юлия Безносова Дорожка номер 8 Кемерова Юниорка 2005 Года рождения 2.31.03 Мы видим Викторию Манушевич Калуга Дорожка номер 1 И вслед Даша Чекунова Была в финале На 100 брас Но без троечки Сейчас может быть На 200 получится Даша представляет Санкт-Петербург И в тройках призеров Она была уже На взрослых чемпионатах Про юниорские Даже не вспоминаем Там и победы были Алены Ефимовы На ваших экранах Представляет Хмао Тоже довольно часто Присутствуют в финалах Но в троечке Сейчас На сегодняшний день Попадать сложно Анастасия Макарова Здесь на этом чемпионате Она выше всего Поднималась В кроле И вот теперь Брас Брас У нее пока Третий результат По квалификации Думаю Что опять Знаете Сделал шаг назад Пошла в обход Опять сейчас Потянет Кроль Брас А там уже Иконка Наверное Вернется Если захочет Юлия Ефимова На ваших экранах Дорожка номер 5 Сегодня 926 Понятно Что будет плыть На 2.18 Может быть быстрее Не знаю Рекорд страны 3.16.88 Не верю в рекорд страны Не нужно Но Надо же как-то доказывать Что ты в доме главный Далина Симонова Выиграла у Юли На этапе Кубка Мира 200 метров Кубрас Там тоже было По-честному По 2.18 Коты прошли На Европе Я Виталину Не помню Была Была или нет На подиуме Стояли Темникова И Чекунова Да Правильно я вспомнил По-моему да Да Симонова Наверное Была в предварительном Но не сумела Пробиться В финал Потому что была Третья из россиянок И вот Наверное Поэтому Виталина Там не видели Ну вот сейчас Виталина Симонова Против Юлии Ефимова Я говорил о том Что Виталина Тоже очень-очень рано Попала в сборную По-моему Ее дебют Был в 2007 году На чемпионате мира И тогда Виталине было Боюсь ошибиться Лет 15 Этот дебют Был Ну так скажем Интересным Интересным Чемпионат стороны Отборочный Сначала Она проиграла Виталине На следующий год Она проиграла Чекуновой И только из-за того Что Чекунова Не поехала На чемпионат мира Юля Выступила В Пуанжу И вот Наконец Олимпийский Отбор И опять Чекунова Темникова Вышибли Юлию Ефимову Из олимпийской Команды На 200 метров Брас Виталина Кстати На том Отборе По-моему Была пятой Ну вот Сейчас Сезон Короткой воды Впереди Чекунат мира Виталина Кстати Несколько Сезонов Вместе С Морозовым Чуть ли не Единственная Представитель России Была И поднималась Очень высоко Выступая Фактически В одной дисциплине 200 метров Брасом Там иногда 100 метров Много побеждала Но так у нас Кубки мира Не очень транслировались И результаты Не очень были Нам хорошо Известны В этом сезоне Кстати Тоже Виталина Проехала По этапу Кубки мира Казань Я уже говорю Даже выиграла 200 метров И вот Сейчас Чемпионат Страны 200 Брас И Ефимова Выигрывает 84 сотых За 50 метров До завершения Дистанции Четверя Абсолютно Пустил Что-то У нас Борьбой За третье место Скорее всего Там Макаров Чернышовой Нет Макарова В одну калитку И За ней Там Дашечка Четвертая Ну а С победой У нас тоже По-моему Все решилось У Виталины Хороший финиш Но не настолько Чтобы отыграть Корпус За 25 метров У самой Юли Если бы они Развернулись Одновременно То Можно было Еще там Попытаться Спрогнать А Ой Результат Какой хороший Я уже сказал Там 16 копеечки 18.06 Ну вот смотрите Опять У нас 16 копеечками На Европе Плыла Чекунова Но она прибаливает Темникова У нас Несколько раз По 18 Проплыла Позавчера Плыла 2.19 И опять Получается Юлия Ефимова У нас Вот я не знаю Первый Второй номер Кому как нравится Да Она чемпионка Страны И то Я так понимаю Что наверное На чемпионат мира Вот сейчас Она не отобралась Если бы выиграла Разговор был бы При тем Что она проиграла Юлия Ефимова Заявила Что на мир Она поедет И если Чекунова Восстановится То Скорее всего Ефимова Чекунова Если кто-то из них Даже откажется То он наверняка Следующая на очереди Будет Темникова И с серебром Европы И собственно С результатами Абсолютно такими же Как у Виталины Симонов Поэтому Вита сейчас В команду Не сумела Пробиться При любом Раскладе Вот С одной стороны Конечно Нам как зрителям Очень интересно Смотреть За тем Что происходит В каждой дисциплине И вот Судачить о шансах Ну вот Каково спортсмену Да Ты плывешь 2.18 А это в мире Извините меня Элита Ну Можно практически Любое соревнование Включая чемпионат Европы Выиграть Вот она 2.18 А ты Даже Не в команде Ты Может быть Даже И не третий Ты вроде как Четвертый В рейтинге В России Ну вот Как Я Вот на этом фоне Я конечно Высторгаюсь Таней Белоногов Да Она же у нас По-моему Британская подданная Но в какой-то момент Решила выступать За Россию И приехать в Россию Когда здесь Ефимова Щекунова Темникова Ну это Какую же надо Выдержку И уверенность В себе иметь А Таня Белоногов Просто моя звезда В последний У нас обычно Из России бегут Потому что Конкуренция все Выше и выше И там допустим Ну тот же Аркадий Вичаин Даже в каком-то В каком-то Из рейтингов Тут смотрел Рекорд Европы Прилежит Аркадию Вичаин Ну серву Да Вот прямо же Мы знаем Что завершал Свою профессиональную карьеру За команду Сербии Но понятно Что это российский спинист Ну и так У нас потихонечку Народ Все-таки пытается Больше Больше свалить Хотя Вы же прекрасно понимаете Смена спортивного гражданства Это два года карантина Поэтому вот Выкиньте из своей Судьбы Два тренировочных года И выступаете За другую команду Это конечно сложно Но вот Таня Белоногов Это все пережила И что называется В обратном движении Уйти из команды Британии Хотя там сейчас тоже Неплохие барасисты Но все равно На порядок хуже Чем российские Да Там Молли Реншоу Или Имаген Кларк Но они не сравнятся С вот этой вот Тройкой Чекунова Ефимова Симонова Темникова Тройку Уже четверку Набрал Ну вот Это круто Очень круто Награждение у нас Да Да У нас сейчас будет Награждение И ближайшая из них Это 4 по 50 Королевая Я уже говорил о том Что Девочки выступили неплохо Две первые команды Практически всем составом Из 25 Но У питерцев Только Саша Курилкина 5-0-3 Так Ну Это сейчас все будет быстро Поэтому хочется Полторашников посмотреть А то им сейчас Медальки повесит И прогонит Что такое Вытворяли парни На полторашку Кстати Владимир Сальников Не наградить Призеров на 1500 Просто не может Так Ну про Садыкова Я наверное ничего не буду говорить Он третий А вот Егоров Степанов Меня очень интересует Так У Степанова Первые 400 метров Это 53 А у Егорова 51 То есть Это в среднем По 58 на круг Да То есть 55 начал И потом По 50 Получилось 8 с копейками Степанов 56 начал И По 59 Пошел Так 800 749 У Степанова 748 У Егорова Здесь еще Как бы Ну Вы видите Да В одни Ноги пошли Причем Степанов Даже получается Побыстрее Если мы говорим О раскладке Егорова То 451 На 848 То есть Он шел По 59 5 На 1000 метров Это все прекращает Он там вообще По минуте идет И после 1000 Он опять делает Рывок И по 58 По 58 По 58 И начиная И начиная С 1200 С 1200 По 59 Кое-как Что касается Степанова То у него Все довольно Ровненько Ровненько И в конце Он умудряется Положить 29 18 29 30 28 42 26 26 Ну вот Собственно Залог Победы Начал 56 Потом Все Аккуратненько Из минуты И в концовочке Еще приберег Сотню На 50 Получилось На 55 И собственно Егоров С этим не справился У Егорова Последняя сотня Была 56 Большими Ну вот собственно Полторы секунды Здесь И разошлись Парни Так Давайте опять Девчонкам Комарова Сусарова Васькина Чемесова Получили бронзу Сейчас награждаются Сборная Санкт-Петербурга Татаринова Устинова Курилкина Шваева Я кстати не помню По правилам Олимпиады Участники Утренней эстафеты Становятся Такими же Олимпийскими чемпионами Как и финалисты А у нас Вот чемпионат России Те девчонки Которые утром плыли Они тоже Чемпионками становятся Это вот я Про сборную Новосибирска Которые с утра Без Сурковой Финал с третьим результатом Они тоже Чемпионы страны Или у нас Несколько все по-другому Не знаю Но мы видим Финальную восьмерку Никонова Становится Семикратной Чемпионкой России Впереди еще Так моя полтинник Вольный Но мы видели Что Она несколько послабее Арина Суркова И пропала Сейчас в эстафете Ну и собственно В полуфиналах Мы видели Она чуть-чуть послабее Хотя Может быть Это Только так казалось Сейчас посмотрим Воочию Финал будет уже Довольно скоро Суркова Никонова Трофимова Грищенко Вот четверка Победительниц Сегодняшней эстафеты 4 по 50 Королевая У Арины тоже Вчера была сложная Задача У нее было Три дистанции В которых Она могла блеснуть Пришлось Выбирать Две Ну плюс Еще эстафета Короткий Шестидневный Чемпионат И все равно Вот как-то Приходится Спортсменам Спортсменам Что-то Лишаться Так Теперь 1500 метров Вольным стилем Парни по-честному Два раза проплыли Предварительные были Вчера утром И вот только что Была разограна Драма В вечернем заплыве Руслан Садыков Пермь Третий С результатом 14.48 48 Интересно Сколько личный рекорд У Сальникова В короткой воде В то время Очень редко это делали Но результат Наверняка есть В длинной воде По-моему У Сальникова Личное дотяжение 14.54 Александр Егоров Что-то такое Вытворял Вытворял Я не увидел Тут равных половин Но после 1000 Действительно Прибавил По 58 В концовочке Не выдержал Не знаю Что это такое Только они с тренером Могут ответить на вопрос Что такое Они натворили Но судя по 400 метровке Под нагрузку Все-таки выступали Ну а Саша Степанов Вот ловил Егоров Самый интересный момент Он не дернулся За ним в начале Потом пошел По своей раскладке Причем плыл вместе С Русланом Потом увидел Что у Егорова Вроде бы проблемы Догнал Егоров опять От него оторвался Хладнокровно Степанов продолжает Выполнять свое И в концовочке Опять-таки увидев Что есть шанс Очень лихо финишировал Очень лихо финишировал И по итогу 14.40.15 Чемпион страны Боюсь ошибиться Но по взрослым Это первая победа Александра Будем надеяться Не последняя Ну и тут же спринтеры 100 вольный Мужчины На третьей позиции Данил Марков Выиграл полтинник Третьим был на 100 Мне кажется Недоволен Вот насколько был рад Победе на 50 Настолько Мне кажется Сейчас так С одной стороны Гора с плеч А с другой стороны Что-то там еще На плечах осталось Ну и так Немножечко В глаза не смотрит Улыбаться Не улыбается Что касается Павла Слушайте Но он был буквально Получается В 26 сотых От победы На 100 вольный То есть он 13 сотых Проиграл на полтиннике 26 сотых Проиграл на 100 И выиграл 100 метровку на спине Полтинник на спине И Сотню батом Еще выиграл Но это действительно Главное открытие Нашего чемпионата Что касается Сережи Фесикова Ну здесь Даже про старых Ханей не хочется Вспоминать Здесь еще Надо сказать Что Фесиков Еще и выбирал Победа на 100 Комплекс Победа По-моему В двух Да Эстафетах А может быть В одной Но в одной точно Серебро На 50 На спине Не плыл Полтинник вольный Хотя по сегодняшнему Заплыл Мы понимаем Что Ну наверное Данил Марков Был бы не Не факт Что я чемпионом Это конечно Может быть Возможно Если бы Но сегодня Фесиков показал Что да Он и на полтиннике Был бы хорош Единственное что У него в один день Было 100 Комплекс Через 10 минут Нужно было плыть 50 вольный И еще через 10 минут Он плыл 50 на спине Ну вот из трех дистанций Все таки На двух остановился И пожертвовал Полтинником вольным Круто Круто Тем не менее Из трех заплывов Два выиграл Личных Плюс эстафета Так далее У нас Опять финалы Опять финалы Ну у нас все Сегодня финалы Ближайший из них Заплыв на 200 метров На спине Я его ждал Ну чуть ли не с первых дней Потому что у нас Ролова-Колесникова нет У нас Тарасевич Почему-то не выступает Ну тоже Либо Либо срочные дела Либо приболел Других вариантов нет Потому что еще на Европе был Почему на Россию Не остался Не знаю Ну и собственно У нас остаются Несколько исполнителей Самые раскрученные Из них Это Леша Ткачев Который на Европе Очень неплохо смотрелся И Егор Даламанов Который до олимпийского отбора Прошлого сезона Был самым перспективным Юниором в нашей команде На фоне того же Рылова и Колесникова Он вроде бы где-то рядышком Подбирался Причем вот именно 200 метровка Это его основная дисциплина Но на отборе Совсем другими красками Заиграл Леша Ткачев И Егор вроде бы как Стал менее привлекательным Но напомню Что сегодня Вернее на этом чемпионате Даламанов был вторым На 100 на спине Значит скорость Подтянулась Значит Даламанов В хорошей форме И сегодня будем наблюдать Шикарнейший финал Очень надеюсь на шикарнейший финал Надеюсь что Егор Подтянул сотню А не переключился на нее И у него по-прежнему Хорошая 200 метровка Но с Настей Сорокиной была Да по-моему Два юночных рекорда страны На дистанциях 200-400 комплекс И чуть-чуть не хватило на 100 метров Так давайте парней 200 на спине Никита Третьяков Восьмая дорожка 56-77 закрыл финал Артем Артамонов Питер Дорожка номер один Максим Фов Санкт-Петербург Дорожка номер семь Победитель первенства России Победитель пункта России Приземщик Победитель первенства России Мастер спорта международного класса Максим Фов Санкт-Петербург Роман Ларин Пенза Дорожка номер два Никита Бабченко Грознодарский край Уже результаты 55 Егор Даламанов попал в финал В третьем времени У него третья дорожка И результаты утренние На 54-85 Представляет Волгоград Не могу понять Так дышит Или жвачку дует А если жвачку дует Сейчас, наверное, кто-то За это будет наказан Дмитрий Савенко Дорожка номер пять Калуга И 54-25 Уже проплыта Тут мы видим Очень фактурный Талантливый спортсмен Ну а в центре Алексей Ткачев Санкт-Петербург Третий результат Минувшего отбора Очень неплохое выступление На Европе Единственный из россиян Что был в финале Выбил Тарасевича из финала Впоследствии еще снялся Рэллов Ну и, собственно, Леша там В одного за всю Россию мучился Солидные Хорошие были соперники Ну и Леша нормально выступил тоже На сегодняшний день У нас рекорд мира У Митчелла Аркина Рекорд Европы У Аркадия Вичанина 1.46.11 Ну то есть Ни Рылов Ни Колесников Ну Колесников 200 Честно говоря Уже 100 лет не плавает Рылов к рекорду странный По-моему, 48 Да, он в этом сезоне плыл Или Нет, наверное, 48 С большими А рекорд Европы и России 46.11 В свое время Это был рекорд мира, конечно же Ну и Колесникову Приезжают все юношеские рекорды Начиная от мирового И заканчивая российским Результат один тот же 48.09 Юниоров у нас в заплыве нет Ну и, соответственно Алексей Ткачев По четвертый Галаманов по третий Савенко по пятый Это основные претенденты На успех По-моему, у нас Ткачев На Европе 51 Да, проплыл Или 50 Копейки Выиграл там, по-моему Родослав Ковецкий Тут 1.48 Вот пока Савенко по ногам Кофанов третий Ткачев Не торопится Мы уже говорили накануне, что Рыбов заявил, что на Америю уступать не будет Поэтому дистанция 200 метров на спине Лакантма И думаю, что туда могут отобраться двое Не знаю, почему Тарасевича нет Савенко впереди Савенко впереди Калуга Хорошо лежит Начал Ленющие руки Чем-то Ну, очень отдаленно напоминает Климента Ну, опять же, Родсон, наверное И вот этой пропорции Тела Но своя техника Не Климента Своя 150 Савенко впереди И, честно говоря, секунда проигрыша Алексея Ткачева Это много Это очень много Егор Даламанов пока третий Ну, и вот, наверное, еще одна мини-сенсация Ну, что, у нас два года назад Много говорилось о Даламанове Начиная с прошлого сезона Мы все влюблены в Алексея Ткачева Но сейчас у нас новый чемпион Дмитрий Савенко 51-61 Даламанов второй Тоже, кстати, финиш выдал неплохой А Ткачев третий А вот теперь идите Представители штаба национальной сборной И думайте, кого вы на мир повезете Но Ткачев, по идее, сейчас на Европе не сдрит Таламанов был второй на 100 И второй на 200 Савенко выиграл 200 Но все равно не сходится это уравнение Вот кто поедет на мир? Наверное, из-за этого-то и списка еще нет Потому что тут белых пятен, как... Как я не знаю Весь лист белых пятнах Ну и поздравляем Дмитрия Это, конечно, было круто 51-61 К результату можно по-разному относиться Но победа на России Это дорогого стоит Что касается Леши Ну, 52-13 В принципе, неплохо Но то, что третий Это не к месту Вот прям совсем не к месту И если третий после Тарасевича и Рылова На отборе Это хорошо и круто Причем с выполнением норматива То третий после Савенко и Даламанова Вот это не в актив Вот это вот лучше сегодня же забыть И больше к этому не возвращаться Отпустил далеко В конце вроде бы догонял Но так не надо было отпускать Если не поверил в то, что Савенко будет плыть на 51 Ну, это твои проблемы Что ты его не вычислил По идее, парни все примерно одного возраста Даламанова в 2001-го Савенко в 2002-го Ткачев в 2003-го Ну, я, честно говоря, хочу посмотреть Рассказку Даламанова Потому что там какой-то финиш был Интересный Есть уже результаты Значит, Савенко начал 25-92 Сотня была 54-47 Ну, и, собственно, в последней полтине 28-78 У Даламанова последний полтинник 27-58 То есть почти на секунду И три десятых быстрее, чем у Савенко Но не надо было так медленно начинать У Ткачева Мы с одной стороны расходку видели Ну, давайте 26-49 55-16 Кстати, тоже медленно, чем у Даламанова начинал 150 51-85 Здесь он был чуть быстрее А, нет, он так и был третьим И, собственно, 28-32 заканчивал Вроде бы какой-то финиш есть Не такой эффектный, как у ребят, которые выиграли Так, дальше у нас финал на дистанции 100 butterfly 100 butterfly девочки без Арины Сурковой Ей сегодня полтинник вольный плыть Это такая же история, как здесь Надо было бы убирать Полина Малахова По 8-ой дворожке Санкт-Петербурга 2006 года рождения 59-63 закрыла финал Анита Грищенко из Новосибирска Уже сегодня ставшая чемпионкой страны В эстафете по 1-ой Даша Лунин на ваших экранах Москва Анастасия Журавлева Москва Софья Шподаренко Деменская область Ну, стройно по-боевому В принципе, как всегда Даша Клепикова Здесь уже на этом чемпионате Была третья По-моему, на стоматрубке вольная Воронеж Анастасия Маркова Выгравшая 200 бат И установившая на этапе Кубка Мира Новый юношеский рекорд страны Ну и, наконец, Светлана Чамброва Действующая рекордами страны В данной дисциплине Причем рекорд России 56-39 Вчера пропула 56-96 Это был полуфинал Ничему не обязывающий Ближайший приседатель проиграл секунду Но, в общем, все очень даже неплохо Напомню, что на прошлой неделе Выиграла Европу на 200 бат Месяц назад установил рекорд России на 200 бат Ну и нам только осталось Напомню, что у нас юношеский рекорд страны 56-84 Для кого это интересно? Ну, наверное, для Марковой Для Клепиковой Для Малаховой Лунина еще целый месяц Может претендовать на этот результат Но, конечно, из тех, кого я назвал Ближе всего Маркова Она пропала 58-04 Сейчас нужно на секунду с небольшим Побыстрее Сможет? Ну, рядом будет Света Будет удобно ориентироваться Поэтому, может быть, и сможет Так, Чемрова в центре Я, честно говоря, очень хотел поведеть рекорд страны Он не к месту, по идее, не нужен Может быть, на мире это было бы Более эффектно Ну, а почему не здесь? Если горит Если хорошо себя чувствуешь В Ганоне все-таки до рекорда не хватило Всего лишь 60-х Ну, может быть, сейчас Остальные сидители Тем более, что смена тренера Смена места жительства Она обычно идет в плюс Клепикова пока вторая Зуравлева третья Ну, и, честно говоря, не так уж много Света Чемрова выигрывает Вчера это было более эффектно Сейчас всего лишь полкорпуса Это значит, что Даша Клепикова идет Может быть, даже на юношеский рекорд страны Ну, все в касании будет Определяться Клепикова очень близко Очень 56 74 И здесь 66 Ну, да Чуть-чуть не дотянуло до юношеского рекорда 30, например Ну, Клепиковой в год запаса Да, она всегда 2005 У нее еще год запаса Ну, что касается Светы Ну, так включаем, пожалуй Ну, что быстрее, чем вчера на 2 десятых Рекорда страны 3 десятых Ну, наверное, идеальные Идеальная ситуация Да, Клепикова 57-40 А рекорд страны 56-84 Но год запаса Маркова третья Ну, для Марковы основная все-таки 200 метров Там от нее в первую голову ждем Ну, в общем, все на месте И Клепикова Я думал, что Клепикова все-таки проиграет Марковой Но нет Не только не проиграла Но еще и на достижение Саши Сабитовой Замахнулся Вот где-то, кстати, Саша Мне очень неинтересно На отборе она была третья На 100-метровке Чуть Свету Чемрова не выбила Из олимпийской команды Потому что была Выполнил норматив Но третья Там разница была в несколько сотых Ну, и вот с тех пор С олимпийского отбора Я Сашу Сабитову не видел А уже пора бы появиться Короткая вода Сезон короткой воды закончился Уже отбор на мир прошел Я понимаю, что мы готовимся К летнему сезону В 50-метровых бассейнах Ну, как-то вот скучновато Есть спортсменов, которых немножко не хватает Настолько много они Красивых дел наделали Раньше Что сейчас без них Хочется вроде бы о них поговорить Все равно поговорили В 50-м раз мужчины К этому моменту у нас Увлекательное мероприятие прошло В Казани С названием Чемпионата Европы Где Илья Шаманович Повторил рекорд мира 25-25 Причем Шаманович Вы знаете Три дня назад Он станет рекорд мира на 100 браз Ну и Ждем, наверное, в ближайший Месяц Опять же Рекорды мира на 50 Но пока он 25-25 Кирилл Пригода Владеет рекордом страны 25-49 И в заплыве Принимает участие Данил Антипов Закрыл финал 27-21 Представляет Красноярский край Илья Хоменко Вот не помню Он, по-моему, четвертым был на 200 браз Не попал в финал на сотню Но вот на полтинничек Все-таки влез Седьмой пока результат Первая дорожка Ростовская область Очень опытный спортсмен Мастерского международного класса Выступал на финала Чемпионат Европы По-моему, в Глазго Игорь Головин Хабаровский край Дорожка номер 7 Только я не помню Глазго Торинов плыл Или Хоменко По-моему, Хоменко Иван Кожакин Магадан Магадан здесь, конечно Творит чудеса И Кожакин Боюсь ошибиться Но, по-моему, в четвертом или пятом финале Дорожка номер 2 Москвич Сел Занько В комбинированной эстафете Комплексной По-моему Показал Если и не лучший результат То Ну, где-то в первой троечке Пока у Занько четвертое время По итогам полуфиналов 26-28 И опять 26-64 И опять-таки Мы говорим про 100 метров Сейчас все-таки полтинник Но может Влад Герасименко По юниорам Очень много титулов собрал Сейчас пока третий результат В полуфиналах на 50 Андрей Николаев Был третьим на 100 Был обладателем рекорда страны на 50 Очень опытный спортсмен Представляет Калугу Ну, здесь, естественно В составе Калужских эстафет Уже титулов опять набрал достаточно А Кирилл Стрельников Я уже несколько раз говорил По-моему Несколько последних чемпионатов На 50 раз выиграл Вчера пропал 26-13 И был как-то так визуально Этим не очень доволен Напомню, что рекорд страны 25-49 Давайте посмотрим внимательно С одной стороны Между спортсменами Небольшая разница Особенно Стрельников Николаев Разошли всего лишь в 15 сотых Плыли они, правда, в разных заплывах И сравнивать их довольно тяжело Но вот сейчас и будем сравнивать Николаев на 100 метров попал в финал По-моему, с лучшим временем Но вышел из нее третьим Стрельников был тогда тоже в призах По-моему, вторым был Но финал попал Немножечко послабее Итак, Стрельников по четвертый Николаев по пятый Герсменко по третий Занько по шестой 50 метров брасом мужчины Рекорд страны 25-49 Так, ну, Николаев и Стрельников Разворачиваются почти одно время Единственное, что Стрельников Не попал в борт Пришлось сделать короткое судорожное движение И Николаев развернулся раньше Но подводная часть осталась за москвичом И на финише Длинищие руки Стрельникова Опять на 15 сотых Опережает Андрея Николаева 25-90 Ну, результат вряд ли доволен Доволен, что победил Наверное, так 25-90 Полсекунды к рекорду страны Ну, для Кирилла это норма Для Кирилла это норма Очередная победа на чемпионате страны 5-10 минут И вот Арина Суркова Вынуждена была выбирать, что плыть Родную 100-метровку против Света Чемровой Или полтинник вольный Среди всех вот этих вот взорвавшихся юниоров Которых нужно поставить на место Арина приняла решение, что полтинник вольный ей ближе Причем в полуфинале она была 24-06 Сегодня первым этапом уже 2-4-11 То есть настолько стабильный показатель Что, ну, 2-4 с маленькими ждем Из соперников Никонова Она в эстафете 2-4 с маленькими Но там же с переходом Поэтому все-таки это 24-5-24-7 Ну и, собственно, в полуфинале тоже 2-4-44 Пока сомнительно, что Никонова сможет стать Восьмикратной чемпионкой страны Ну, посмотрим, чудеса же бывают Рекорд мира у Раном и Крымьеве 22-93 Рекорд России у Маши Каменеве 23-55 Роза Насальдина владеет юношеским рекордом страны 24-15 У нас одна юниорка в заплыве будет Дарья Татаринова И она будет в выпускной дорожке А пока Анастасия Серпионова Она представляет Москву Будет в выпускной дорожке номер 8 Она закрыла в выпускной 25-04 Лиза Клеваныч Дорожка номер 1 Тюмень Олеся Корчагина Татарстан Дорожка номер 7 Дарья Сурушкина Белгород Дарья Сурушкина Дарья Сурушкина Дарья Сурушкина Дарья Сурушкина Далее у нас единственная юниорка Этого заплыва Даша Татаринова Она представляет Санкт-Петербург И вот вчера в полуфиналах Казало время 24.56 Рекорд страны 24.15 Для юниоров Ну вот наверное туда и надо бить Хотя это будет гарантированное призовое место А может быть даже и победа Ну почему нет? Даша Устинова На ваших экранах Вторая на 200 А по-моему вторая на 100 Ну и собственно вот полтинник 200 и 100 проиграл Аклеванович Сейчас другая Это кстати Новосибирск Главный фаворит Но Хлеванович Но Никонова опять же Присутствует Здесь заплыв Вот она Катя Сейчас повторюсь Две личные победы И по-моему уже синетрадная чемпионка Восстатета Ну в смысле всего Ну а вот Арина Суркова Арина Суркова Новосибирск 24.06 Напомню рекорд страны 23.55 Ну очень стабильно Арина Честно говоря Вот это тот заплыв Который Как в математике Да Мы знаем Первый, Второго, Третьего Могут быть изменения Но они маловероятны Наверное Самое любопытное Сможет ли Никонова Выиграть у Устиновой У них в полуфиналах Разница была Всего лишь 12 сотых Что касается Сегодняшней эстафеты То опять-таки Никонова По-моему проплатит Чуть-чуть быстрее Устиновой И С этой точкой Вообще ничего не видно Нет, Арина уже впереди Никонова Вторая Причем там Третья идет Корчагина Никонова Выскакивает Рано После поворота Арина первая Арина первая Арина первая И вот накатывает Устинова Да успеет Не успела И опять Семь сотых Ну еще раз говорю Как вот знаете В математике Как часы Девчонки работают Это же просто Вот Механизмы Зато с красивыми Улыбками Вернее так Это профессионализм Арина Катя Даша Все умницы Все опять свое Опять таки По нескольку сотых Улучшили свои показатели Полуфиналов 24-11 У Арины Ну вот Чуть-чуть-чуть Но как постафете Первым этапом Никонова 44 Так же как в полуфинале Устинова На пять сотых Быстрее чем в полуфинале И Корчагина была После поворота Третья Но в конце Все-таки проиграла Даша Устинова И соответственно Тройка здесь была По-моему Известна заранее Но так Девочки ошибок И не допустили Все взяли свое Молодцы Очень неплохо Так Если у нас победитель Пропыла за 2-4-11 Единочный рекорд Значит тоже устоял Потому что Даша Татаринова В троечке Не замечено А там уже Второй результат Был слабее Юношеского рекорда России Розалина Срединова Роза кстати Тоже там выступает В параллельных соревнованиях Очень неплохо Очень рад Еще пару сезонов Думал что все Роза закончила Потому что Сначала начала Проигрывать Потом Перестала вообще В финал попадать Ну и казалось бы Сколько можно мучиться Нет Можно еще Помучиться И Роза там Выдает Эпизодически Очень симпатичные Результаты Будем надеяться Что на отборе Предстанет Перед нами В новом свете Интересней станет Нам как зрителям Только в гору Так Еще один Кластер Заплывов Прошел Дальше у нас Будут награждения Женщины 200 Браз Это Юлия Ефимова Мужчины 200 На спине Это Совенко Далее Награждения 100 бат Женщины Это Света Чемрова И потом У нас останутся Только Две Комбинированные Эстафеты Вот опять же Давайте Выяснять А комбинированную Женскую Выиграет Новосибирск Или нет В финале Они стоят На центральной Дорожке С преимуществом В 2 секунды Причем В финале Решили Без Сурковой Обойтись Ну пусть Нагло И уверен Так ну давайте Награждения Все таки Перейдем Первая Комбога Кого мы увидим Это конечно Наши Бразистки Настя Макарова Доплыла До Третьей позиции Справилась Ефимовы Чекунова Чернышовой Помните я говорил Что Чернышов Вроде бы идет Второй Чернышова Чернышова идет Третий А Чекунова Четвертый Ну вот Нет Там Настя Макарова Еще и Алены Вклинились В эту разборку И в конце Учки Прямо таки Очень даже Неплохо Заслуженные Власти Вспорта Оксана Александровна Белевна На дистанции 200 метров Браз Уживши За Третье Награждение Награждение И Анастасия Макарова Представляющая Подмосковья Стала Третьей В заплыве На 200 Браз Причем Очень неплохой Результат 2.22.63 Если Кого интересует Раскладочка То 33.46 1.9 97 Ну и Практически Такой же Разворот 45.95 И 22.63 Очень хорошо Выдержала Вторая Сотня Получилась Даже быстрее На 12 Да? Нет Быстрее 12 Малень Вита Вита Симонова Новосибирск Заслуженный Мастер Спорта 3.19.77 Ну и Юлия Ефимова Мы видели Прекрасно Слава Слава Если на этап Куптемира Она там что-то Играла С Виталиной Кошки-мышки Здесь Настроилась По-серьезному Начало 32 35 Сотня 6.89 150 41.93 И Собственно Финиш За 36.13 Общий Итог 2.18.06 Хотя Мне в какой-то Момент Казал Что там Под рекорд России Результат Ну и Что Мне кажется Юля Потихонечку Набирает Форму На этап Кубка мира Как вы понимаете Она была Чуть-чуть Послабее И Вот Вот Уже 18 С маленьким Впереди Мир Но можно Под рекорд Мира И увидеть А если Вдвоем С Чекуновой То будет Еще Наверное Интереснее Так Спинистые Алексей Ткачев У нас Сегодня Бронзовый Но по-моему Его как на каторгу Вывели Да Очень недоволен Получилось Без золота Чемпионат Страны Егор Даламанов Мне все Казалось Что он Где-то За Ткачевым А он Всю дистанцию Пропал вторым Ну и Собственно Коснулся вторым Проиграв Всего Лишь 24 Четыре сотых Увидели В конце Он накатывал Очень лихо Отыграл У лидеров Больше секунды Отыграл На последних Полтиннике Он пропул Быстрее Чем Дмитрий Савенко На Секунду И 4 50 Но Савенко Успел Сделать себе Приятный Виндикап И в итоге 51 61 Дмитрий Савенко Впервые В своей карьере Выигрывает Чемпионат Страны Ну и Посмотрите Фактуру Наших спинистов Сейчас бы Еще сюда Климента Поставить И уже Непонятно Куда Женю Рулова Впихивать Ох Дрожи Европа Да что Европа Мир Пускай дрожит 100 Бутерфляй Девушки Еще Одно Награждение Которое Нам с вами Нужно Увидеть Прежде чем Мы перейдем Компинированным Эстафетам Настя Маркова Чемпионка На 200 бат Вставляющая Вологодскую область 5826 Причем Первый Полтинник Был 2722 Ну то есть Она начинала Пятая Или шестая Ну и как Положено Вторая половина А вот Даша Клепикова Очень понравилась Во всяком случае В концовочке Ну была интрига Было ощущение Что Даша Ну если не догоняет То во всяком случае Не уступает В концовке Свете Чемровой Если сравнивать Их Полтинники То Клепикова Вторую часть Проплыла За 3062 А Чемрова За 3032 3 десятых Разница С рекордсменкой Страны Причем Свете До рекорда Страны Тоже В принципе Три десятых Не хватило Свет Это тоже Умница И молодец Но Даша На фоне Светы Выглядела Уже Скорым Соперником Мне почему-то Сказал Что Света Повыше Своих Соперниц А тут Подошли Две Малышки И Света Страна Улыбнулась Но устала Так Ну что У нас Остаются Две Эстафеты И собственное Награждение Ближайшая Эстафета Будет Мужская Ну правильно Девчонки Недавно Шарашили Полтинник Вольным Конечно Нужно Немножечко Отдохнуть Ну а у парней С лучшим результатом В центре Будет стоять Сборная Калуги Они у нас По-моему Комбинированный Ставет По 50 Выиграли Вот сейчас По 100 Состав Нет Немножко Другой Удивительно Но обошлись Без Миши Виковищева Савенко Тот что выиграл Сегодня 200 На спине Будет плыть Первый этап Андрей Николаев Ставший сегодня Серебряным призером На 100 метров Брасом Будет плыть На втором этапе Вот сейчас Пол лица Было видно Главного тренера Ох как бы я не хотел Оказаться на месте Сергея Чепикова Представляете Вот такую команду Выбирали С одной стороны У всех дикие перспективы Во вторых Они тут переплелись Пересоревновались Друг с другом Вообще Не поймешь Кого на мир ехать Нет Но у Сергея Чепикова В голове Все стройненько Все понятненько Думаю Что там Ошибок Опять таки Не будет Так Вернемся К Калужской эстафете После Николаева Будет плыть Сергей Фесиков Он сегодня Выиграл 100 вольный Но плывет батом Обратите внимание Волошин был в финале На 100 вольный По-моему Показал четвертое время Сейчас пытаюсь понять Они не лучше Ладно Им не решать Там в Калуге Есть кому считать Пускай сами мучаются Ханты Ханты плывут по восьмой дорожке Артем Николаев Дмитрий Леонов Никита Ульянов Кстати Обратите внимание Никита Ульянов Плывет батом Я вот тут прочитал Новый рекорд Хмау Был установлен На 100 бат Никита Ульянов Был тогда третьим Ну вот собственно Вон и опять же Третьим плывет Ярослав Потапов Полторашник Будет завершать эстафету Что что такое Хмау происходит Если уж Ярослав Потапов С принтером стал Ну ладно Подмосковье Иван Соколов Кирилл Амченкин 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 Александр Андреев И Андрей Ветряк Далее Новосибирск По седьмой дорожке Это Печерских Трайт Десятый Побловацкий Ну то есть Марков уже не может Питер Вторая команда Марьян Гулков Артамонов Корнев Пенза Первая команда Егор Павлов Егор Сучков Александр Карланов И Роман Ларин Может хочется задать один вопрос Ладно не буду Такие обстоятельства Санкт-Петербург Максим Фофанов Владислав Григорьев Роман Шевляков И Василий Кукушкин Питерцы сегодня утром Уступили лидерам 27 сотых А второму месту Уступили 9 сотых На втором месте у нас Команда Москвы Была сегодня утром А сейчас выходят Никита Тридяков Всеволод Зайнко Петр Жихарев И Данил Шаталов Данил Шаталов тоже Если это лучший Принтер Москвы Ну ладно А где-то четвертого Куда четвертого потеряли Сборная Калуги Савенко Николаев Фесиков Волош Волош Нет, да, по-моему Как-то пиши Куда он денется Четвертым этапом Причем это В туалет сходить Сбегать лавки Переодеть Ну так далее Итак, в центре Питер по третий Калуга по четвертый Москва по пятый Пензу не забываем Они плывут по шестой дорожке Думаю, что здесь Больше никто не будет Претендовать Потому что Новосибирск Вроде бы неплохо Смотрится Но как-то неполный У них состав Поэтому поглядим На первых этапах С первой По восьмую дорожку Соколов Марьян Фофанов Савенко Третьяков Павлов Печерских Николаев Никого из тех Кто был в тройке Призерок На спине Да? Или Савенко Не помню Так, это у нас шестая дорожка Лихо начинает Егор Павлов Но у нас не ползинники У нас сотня Поэтому разбираться Будет ли мы там по дистанции Да, Павлов Савенко Фофанов Так, ну и Савенко Потихонечку Полегонечку Потихонечку Полегонечку Но передаю это совету Первой И дальше Выстреливает Как из пушки Андрей Николаев Очень опытный спортсмен Переход был крайне короткий Я боюсь даже с минусами Но такими С минусами разрешенными Николаев был На 100 метров Брасом В тройке Только что сейчас Был вторым На полтиннике Поэтому думаю Никто из здесь присутствующих Его догнать не может У Калуги Сейчас будет приличный Запас прочности С первой По восьмую Брасисты Амченкин Буков Григорьев Николаев Занько Сучков Трайт Леонов На третьем этапе За команду Калуги Будет плыть Фесик Не кролем И даже не на спине Где он был Придером на полтиннике А батом Я говорю о том Что Сережа Фесик Может быть чем угодно Надо будет И Брасом Проплыветь Просто есть Николаев Зачем Собственно говоря Горячий Ну и посмотрите Она здесь Год назад Ну помню Что в личный номер Там по-моему В переплыве Участвовал А Выстопец Потом Нинаково Обижал Ну что может быть Командный боец Посмотрите Фесикова Уработал На третьем этапе Хотя Опять же В личном заплыве На 100 бат Троечки не присутствовал В финале был По крайней дорожке Потом будет интересно Посмотреть Раскладку И у нас В концовочке Противостояние Данила Шаталова Выигрыша 400 вольный И второй результат На 200 вольный Против Антона Волошина Бронзового призера На 100 комплекс Волошин сегодня По-моему Был в финале На 100 вольный А Шаталов Вот Не припоминаю Был? Нет? Пока Калуга впереди 36 сотки На развороте У Шаталов Может, конечно Вторую половину Сработать Ну и последние метры Ну что Последний Мужской заплыв Получается шикарным И что у нас Калуга Или Москва? Калуга Калуга Фесиков у нас Получается Четырехкратный Чемпион России Да, Андрей Николаев Поздравляю Ну это я говорю Там Гулял-гулял Ну прибежал И пожалуйста Выиграл Так, ну что Парни выдали Красивый сценарий Что у нас Будет у девчонок Будет ли Новосибирск Даже без Арины Сурковый Царствует С преимуществом В две секунды Или нет Вот, наверное Главная интрига Результаты Вроде бы Все утверждены Все в порядке Все хорошо Чуть позже Будут протоколы Мы, наверное Во время награждения Обсудим Кто там Что такое Сотворил Ну а сейчас Девочки Сейчас девочки Еще раз повторюсь Новосибирск Бессурковый У Питера Dream Team Москва Тоже Все, что смогли Все собрали Неплохо смотрится Вторая команда Санкт-Петербурга Хмао Тоже довольно Лихо смотрится С Агапитовой С Аленой Ефимовой С Настей Гуженковой Ну вот Подмосковье Наверное Двумя А может быть Даже и тремя Этапами Пободается В Краснодаре Ну два персонажа Довольно известны И Настя Кизи И Настя Сорокина Ну в общем Dream Team И команды Под занавес Чемпионата Выставили Правда опять же Новосибирск Решил Арену Суркову Освободить Ну вот она могла Либо Кролем Вместо Ника Хотя зачем Ника ну выиграла Стометровку Либо вместо Грищенко Батом Ну тоже Грищенко была Четвертая в личном Заплыве Арина не плыла Это в финал Ну опять же То ли по спортивному принципу То ли Арине Даль передохнуть Слушайте Ну если в Новосибирске Там еще спортивный принцип Работает Ну Надо шляпу где-то Купить А потом снять Итак Последний заплывчик Комбинированная Женская эстафета И далее Продолжение нашей трансляции Останутся Только на граждан Итак По восьмой дорожке Команда Подмосковья Анна Чернышева Приморья Софьянова Кузнецова Хайрулина Перепелица Вторая команда Питера Кузнецова Розова Малакова Четверских Далее Ханты И здесь Победится на стол На спине Елизавета Агапитова Пеналистка Чемпионата страны Алена Ефимова Призер Чемпионата страны Настя Куженкова И Яна Кселевская В конце Куженкова Посмотрите Ставят батт Ну видно Здесь есть Куженка Так В любой другой ситуации Куженкова Наверное Кролем бы завершала Москва Васькина Чемпионков Заплыли на 50 На спине Ульяна Жданова Вторым этапом Настя Шуравлева Будет быть Третьим этапом И Аня Комарова Будет завершать Московскую эстафету Санкт-Петербург Начинает Саша Курилкина Затем Яна Шакирова Яна была у нас Призером В комплексе Света Чемрова Сегодня выиграла Ставят батт Никому же Третья И Дарья Устинова Сегодня на 100 метровке Была третья И вот наконец Новосибирск Настя Дуплинская Начинает спину Виталина Симонова Сегодня ставшая Серебряным призером На 200 брас Будет второй этап Анита Грищенко Уже сегодня в эстафете Выигравшая 4 по 100 4 по 100 4 по 100 4 по 100 Десятка Ролевая Плывет На третьем этапе Причем в личном финале На 100 бат Она была четвертая Да И Катя Никонова Семикратная А теперь уже Наверное Восьмикратная Чемпионка страны И одно серебро Ну прям действительно Как на пионе Но получше Получше Тут правда на Олимпиаде Ну так Все же Национального чемпионата Торпуют В этом долгом И интересном пути Вот сколько Интересных Итак Первые этапы С первой по восьмой дорожке Кизий Кузнецова Васькина Дуплинская Курилкина Агапитова Софьянова Чернышева Вот и посмотрим А второй раз Агапитова Выиграет у Курилкина И Васькина Или нет Это Саша Курилкина Стал серебряным призером На пятьдесят На спине И закапитова По шестой Ну и Саша Курилкина Сразу начинает Атаковать Настя Дуплинская Рядышком Настя Кстати Тоже в двух финалах Была На спине Ну а в эстафете Я вот помню Помните Когда 4.5.50 Смешанная была Дуплинская Была в одном заплыве С Фесиковой И визуально В своем заплыве Она полдинник На спине Первому этапу Фесиковой Выиграла Потом Потом в финале По-моему Не сумела Этого повторить Потому что Песня была Шестая Там Пятая Так Ну что У нас пока Ну не то чтобы Мини сенсация Но у нас По-моему Курилкина Да Впереди Нет Не Курилкина Это у нас Как раз Дуплинская За Новосибирск Да И она Выигрывает Заплыв А нет Агапитова Все равно 5 соток Да Ну вот Да Чемпионка Страны Своё Врывает Дуплинская Вторая Ну Напомню Что В личном В личной 100 метровке Серебряным Призером Была Устинова Она Сейчас Не выступает А Васькина Была Третьей Сейчас Васькин Даже В четверочку Не попала Браз За команду Новосибирска Работает Виталина Симонова Ну давайте Теперь по восьмую Артюнян Розова Жданова Симонова Шакирова Ефимова Алена Кузнецова Вероника И Анастасия Макарова Ну Виталина На прошлой неделе По-моему 1-4 Плыла Поэтому Здесь Не многие Девчонки Могут С ней поспорить И Посмотрите Отрыв Естественно Он довольно Приличный Дальше За команду Новосибирска Будет Анита Грищенко Теоретически Чемрова Может Чуть-чуть К ней Приблизиться Команда Питера Пока идет На второй Третьей Позиции Но только Приблизиться Отыграть Вот этот Корпус Будет Проблематично Крищенко Крищенко Была В финале Тоже Довольно Где-то Около Секунды Она Проигралась Эти Чемровой Но Отрыв Мы видим Чуть-чуть Побольше Чуть-чуть Побольше Поэтому Да Дальше Что на Сибирску Будет Чемпионка Страны Екатерина Никонова Против Дарьи Устиновой Ну и Мы видели Уже Один раз Догнать Никонова Не получилось Сейчас Тоже Наверное Не получится Потому что Будет Большой Отрыв Ну Посмотрите Две Секунды Света Чемрова Делает Все Что Может И Сократит До Минимума Это Отставание Но Опять Таки Чемпионка Страны Получит Эстафету С преимуществом Конечно же Она Даши Устиновой Выступать Не намерена Хотя Даша Сейчас Наверное Злая И Вот Он Есть Прекрасный Шанс Никонова Поставить На место Поэтому Новосибирск Или Питер Ох Еще И Устинова Раньше Улетает Там Сотая Разница Но Мы Видели Что Устинова Визуально Улетела Раньше А Никонова Уже Впереди Никонова Выиграла 200 Сегодня Она оказалась Быстрее Устиновой На Полтиннике Но Пока Спор Не Завершен Пока Еще 50 Метров Впереди Сотая Была Райская Передача Эстафеты Сейчас 32 Ну И Последний Четвертак Слушайте Что парни Что девчонки Шикарный Нам заплыв Удают Прям Постарались В завершении Чемпионата И вот Вроде бы Даша Устинова Начинает Отковать Вроде Были бы Нет 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 Новосибирск Новосибирск Без поражений Выигрывает Абсолютно Все Женские Эстафеты Ну Не все 4 по 200 Не плыли Значит Не все Любопытно Будут конечно Раскладки Чуть позже Но Мужская Уже Есть У нас Далее Остается Только Награждение Это Будет 50 Браз Мужчины 50 Вольной Девушки И Затем Две Комбинированные Эстафеты Потребуется Время Чтобы Эстафетчица Поймать Одеть Накрасить Ну И собственно Вывести На Награждение Сейчас Тоже Можно Заплыв Больше Нет Поэтому Можно И успеть Накраситься Но Как вы Понимаете Здесь Нужны Гораздо Больше Умения И скорость Чем В бассейне Потому Что Накраситься За те Три Минуты Что Тебе Могут Дать Организаторы И Мастерство Ну И Поверьте Кто Тут Справится Ну А Сейчас Хочется Сказать Что У нас Сегодня День Рождения Никиты Лобинцева Все Таки Еще Один Человек С Кем Связаны Наши Многочисленные Серебряные Награды Чемпионатов Мира И Олимпийских Игр Устали 4 по 200 Ну И от души Естественно Никиту Поздравляем Я его Последний раз Видел Опять же На Олимпийском Отборе Никита Что-то Там Плыл Очень Короткое И Ну Как Вроде бы Карьера Завершена Просто Никита Еще раз Попробовал Выйти В заплыв И Показать Себя Не помню Какое-то Время Назад Было Много Ссылок На школу Никиты Лобинцева Не знаю Насколько Она работает И работает Но Хочется пожелать Успехов Во всем Ну В первую очередь Конечно Здоровья Ну А там Личной Жизни Там Бизнесе Где угодно Талантливый человек Должен быть Талантлив во всем Вот Хочешь Чтобы Реализовал Себя В полной Мере А так Люба Дорого И приятно Вспомнить Никита Лобинцев Это тот Кто Ну Практически Вынудил Закончить Профессиональную Карьеру Юру Прилукова Дело в том Что Юра У нас Ну Вот Знаете Каждый раз Когда говорим Про средний Длинный Кроль Без Юры Прилукова Обойтись Невозможно Это Ну Наверное Самое Светлое Пятно Нашего В 2000-х Годах На фоне Там Даже Станислава Комарова И Той же Настя Зуева И Марка Кашевичанин Истафетчиков 4 по 200 Юра Прилуков Это человек Который Выиграл Чемпионатов мира И по короткой По длинной Очень много На олимпиаде Вот катастрофически Не везло Без медалей Ушел Без олимпийских медалей Ушел из порта Юра Прилуков Но здесь Почему Говорю про Никиту Лобинцева В какой-то момент Под Юру Прилукова Взяли Молодого Перспективного Талантливого Выносливого Молодого парня Никиту И должны были По большому счету Сделать из него Спарринг партнера Ну Чтобы Юра Не дремал Ну Никита сначала Был тем самым Не дремалом Потом Начал выравниваться А потом Стал Прекрасно Кататься На Юре Прилукове Пользуясь Невысокими Скоростными данными Своего Более опытного Визави И Сначала В более коротких Дисциплинах Но Главным Наверное Стала победа На 400 вольный Когда Лобинцев Опять-таки Прокатился Всю дорогу На Прилукове И выиграл Касание Выиграл финиш За счет преимуществ В скорости И Юра После этого Как-то очень быстро Завершил профессиональную карьеру Понимая Бесперспективность Проблема в том Что Никита тоже С 400 быстро ушел И у нас появилась Огромная дыра То есть Лобинцев вроде бы Прилукова уработал А потом Сам 400 вольный Не плавал Он спустился На дистанции 200 и 100 Но мы не расчарованы Потому что Вот эта пара Лобинцев С Изотовым А тогда еще была Прекрасная Четверка Тогда У нас Саша Сухоруков Был Великолепен На четвертом этапе Саша Сухоруков Я не помню Он в этот раз Чемпионат страны Выиграл По-моему нет Но на вопрос Кто будет четвертым Команда Хором Отвечала Сухоруков Потому что Это было Феноменальные Бойцовские качества Рвал за команду Все что только шевелилось И вот Вот этим коллективом Вот боюсь ошибиться С 17 или 18 летними Пацанами На Казалков Провальных Олимпийских игр Восьмого года В 30-х Уступили Сборным США В финале Олимпийских игр В 4 по 200 Это было Ни с чем Несопоставимо Ни с чем Несравнимо Мурашки до сих пор по коже Ну и Дальше у нас было Долгое И Прекрасное Будущее Потому что Этот состав Немножко менялся Костяк оставался Очень дружный Между собой Общаются до сих пор И Почти десятилетие На шестафет 4 по 200 Продержалась И даже Последние Олимпийские игры Опять-таки Наши эстафеты 4 по 200 Пускай в другом составе Из того Звездного состава Никого не осталось Но это же Их наследие Конечно Можно начинать С 92-го года А в идеале Вообще с 80-го Потому что 4 по 200 Это Действительно То что нам Чем нам есть Гордиться Тем более Американцы Сами назвали Это гордостью Нации Ну соответственно Будем этим гордиться Так вот Я опять возвращаюсь У нас сегодня День рождения Никита Лобецова Кто хочет Может успеть Поздравить Ну а мы Плавненько переходим Под красивые Картинки С награждением Ну и Сейчас быстро Понесется А я хочу Поговорить Все-таки О результатах Мужской Комплексный Заплыв Эстафетный Завершился Победой Калуги Савенко Первым этапом 52-08 Андрей Николаев С переходом 28-57-73 Фесиков 24 Переход 50-73 Кометровка Батом И Антон Волошин 23 сотка Переход 47-16 Москва Никита Третьяков Первым этапом 53-44 Всел Дзанько 19 соток И 56-74 Жихрев 11 соток И 50-16 Данил Шаталов 36 И 47-65 Так Санкт-Петербург Фофанов 52-43 Григорьев 59-42 Шевляков 49-65 Естественно Самый лучший Та среди Дельфинистов И Василий Кукушкин 47-7 Ровно Самый лучший Показатель Среди Кролистов Так Ну кого еще хочется Харланов Да 50-14 На третьем этапе Пензы Ну все Наверное Больше никого Упоминать не буду Никита Ульянов Батом Третий этап 51-47 Ярослав Потапов На четвертом этапе Хантейской эстафеты 50-20 Девочки Девочки Здесь тоже должно быть интересно Новосибирск Дуплинская 58-79 Симонова 1 соток Перехода 4-78 Грищенко Здесь перехода нет 58-86 И Екатерина Никонова 36 сотых На переход 52-23 Питер Курилкина 59-34 Шакирова 6-63 С переходом 52 Курилкина На основном Старте 62 А Шакирова Переход 52 Дальше Чемрова 30 секунд 30 сотых На переход И 56-47 Даша Устинова На последнем этапе Вот мне это было Фальшстарта Там 30 Ничего себе 52-77 Москва Васькина 58-86 Жданова 7-37 Журавлева 59-66 Комарова 54-44 Наверное Все Можно конечно Похихикать Над Настей Гуженковой Которой Батом Проплыва За 59-58 Ну наверное Все Приморье Было Дисклифицировано Мы честно говоря На это даже Не обратили Внимания Ну и красивые Картинки Завершаются Награждением 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 Последних Четырех Дисциплин Чемпионат Страны Сезон 2021 Не знаю Наверное Не с грустью Мы будем вспоминать Этот сезон Был опять же Странный Но не такой Кошмарный Как в 20-м году Когда отменилось Все Ребята Которые Десятилетиями Готовились К главному старту В своей жизни Вдруг Услышали слово Да ладно На следующий год Посоревнуйтесь Это конечно Самое страшное Что можно было услышать Для некоторых Это был буквально Приговор Но 21-й Был конечно Повеселее Олимпиада состоялась Хотя Волнения были Отборы прошли Шикарные Появились новые имена Кому-то кстати Доплокдаун Или локаут До сих пор Не знаю как правильно Пошел В плюс Кто-то успел Подрасти Кто-то успел Подрастерять форму Ну в общем Это спорт В любом случае Было интересно И Впервые за 25 лет Мы опять увидели Золото на груди Российского пловца Гимн не услышали Но что-то родное И приятное Было исполнено На Олимпийских играх Поэтому Мы наверное Не совсем в обиде Главное что мы Горды Влад Герсименко Третьим был На дистанции 50 метров Брасом Его результат 26-43 Еще один Калужанин Андрей Николаев Чуть позже Он будет награждаться Золотой медалью За эстафету Но сейчас Он выходит За серебром Полтинника Брасом Всего лишь 16 соток Его отделил От победы Но сегодня Это было сложно Сегодня это было сложно Потому что На высшей ступени Перестал почета Будет стоять Кирилл Стрельников Проплыл за 25-90 Единственное Кто поплыл За 26-ти Ну и собственно Это уже Далеко не первый раз Когда Кирилл Стрельников Побеждает на 50 раз Ну и вот Поварить с такой Антропометрией Помните Когда Николаев Со Стрельниковым Разворачивались Четвертак вместе Ну а потом Вот эти длиннющие ноги Разогнулись А потом Эти длиннющие руки Еще и в бортик пришли Но у нас Очень демократичный Вид спорта У нас есть Олимпийские чемпионы Рекордсмены мира Крайне невысокого роста Любого типа телосложения Сейчас хочется Про Жиробасов Что-то сказать Но давайте напомним Что жир не тонет Поэтому Все у нас бывало У нас бывали Девчонки С довольно приличной Жировой прослойкой Но это не к нашим Относится Однозначно У нас все красотки Все как на подбор И мы проводим Вольный стиль В эстафете И 2-4-11 В финале В принципе Всего этого было достаточно Для того Чтобы сегодня победить В концовке Арини даже Вместо в эстафете Не нашли Ну а может сама поделилась Мол девочки Вы и так выиграете Хотя там было все На тоненького Ну а теперь Наконец-таки Эстафета Девичья была первая Поэтому опять-таки Нет Мужская была первая Поэтому Начнем с Санкт-Петербурга Максим Хофанов Владислав Григорьев Роман Шевляков И Василий Кукушко Такая была четверка Проиграли Чуть меньше секунды Ну а чуть меньше секунды Как вы понимаете Это по 2 По 3 десятых На сотку Ну не так уж много проиграли Да, у Шевлякова Всегда хорошее настроение Там, да? Или только тогда Когда у него Все получается Надеюсь, что всегда Первая команда Москвы Проиграла 29 сотых А по настроению парней Этого не скажешь Выходят уверенные И довольные Напомню состав Никита Третьяков Сел в Занько Петр Жихарев Данил Шаталов Да, ну Шаталов действительно Можно было второй ряд поставить За ним вообще Никого не видно Да, ну Жихарев Не промолчит, конечно Это точно Ну здесь, в принципе Тоже можно было Фесиков в первый ряд поставить Вот сейчас посмотрим Он пойдет на задворки Или все-таки В первые ряды Калуга у нас Выиграла эту эстафету Дмитрий Савенко Вот, кстати Кто выше Савенко Или Фесиков Сейчас, кстати На пьедестале Посмотрим Савенко Сегодня выиграл 200 спину И, собственно Начинал Калужскую эстафету Далее Андрей Николаев Серебряная награда На полтиннике Но зато В эстафете Свою забрали Сережа Фесиков Сегодня выиграл Столвольный А потом еще и эстафета Правда, батом плыл Ну и, наконец, Антон Волошин Не подпустил К себе Данила Шаталова Выиграл 29 сотых Ну вот сейчас Давайте смотреть Савенко Или Фесиков Кто выше? Он Савенко На полголовы Мне казалось Что выше Фесиков Быть невозможно Возможно Даже в рамках Одной команды Можно Вот такие Богатыри У нас растут Вот такие Богатыри У нас выигрывают Ну и нам осталось Наградить только Девушек Эстафетная гонка 4 по 100 Комбинированная И опять На арене все те же Новосибирск Москва Питер Опять немножко Перемешались Итак За третье место В комбинированной Эстафете Награждается Сборная Москвы Здесь Даша Васькина Ульяна Жданова Настя Журавлева И Аня Комарова Да Маловат Подиум конечно Но ничего Умещаются Устали Девчонки Конечно Даже улыбаться Нет Сил Проиграли много Проиграли Ну почти 6 секунд 6 секунд В эстафете Это по полторы Секунды На каждой сотне Ну понятно Что не на каждом Этапе Но В среднем Санкт-Петербург Проиграл немного 6 Десятых Но боролись До конца Была какая-то Интрига Саша Курилкин Начинал Эту эстафету Дальше Ян Шакирова Света Чемрова Даша Устинова Все призеры Минувшего чемпионата Курилкина была Второй на полтиннике Шакирова была Третья на Стоп-комплекс Чемрова выиграла Стоп-бат И была В призах На полтиннике Батом Даша Устинова Была В тройке призеров На 50-100-200 Ну и вот Эстафета Тоже серебряная Саша опять расстроена Чем 69-34 Это быстро Или медленно Не могу понять Ну и победительница У нас Новосибирск Причем Мне кажется Тут нужно Отдельную Медаль Выдавать Тем Кто ни разу Не проиграл Эстафету Вот На 4 по 200 Не выходили Поэтому Что называется Не выиграли А все остальные Эстафеты Девичий коллектив Новосибирской Новосибирской Области Выиграл Ну и собственно Настя Дуклинская Вита Симонова Анита Грищенко И Катя Никонова Вот такой состав У нас был Вечером И победа Очередная Незаявным преимуществом Но все равно Очень и очень лихо Ну что За Сим Уважаемые телезрители Мне хочется с вами Проститься Классный был чемпионат Почему-то я все чаще Этой фразой Заканчиваю Нашей трансляцией Но действительно Классный Согласитесь И заплывок был Навалом И вроде бы Лидеров не было Казалось бы Скукотища должна быть А там оказалось Не скукотища Там оказалось Самое интересное Когда смотришь На наших лидеров Там Рылова Колесникова Все вроде бы понятно Выигрывают Много Красиво И одни Те же лица А когда их нет Вот тут становится Интересно Вот тут задаешься вопросом А кто выиграет Прекрасные парни И девчонки И представляете Сколько у нас Чемпионов страны В этом розыгрыше Новых появилось Там почти в каждом Первом заплыве Мы говорили о том Что впервые В своей карьере Стал чемпионом страны И вот эту фразу Мне по-моему Оскомину набило За минувшие 6 дней С нетерпением Мы уже ждем Следующего Ближайший чемпионат Произойдет в апреле И он уже будет Отборочным Отборочным На чемпионат мира Фукуоке Там кстати тоже будет Всего лишь месяц И уже будем переживать За наших участников Чемпионата мира Ну а на сегодня Пожалуй все Всем самого доброго Пожалуйста Будьте здоровы Будьте здоровы Будьте здоровы Первая команда Новосибирской области На втором месте Первая команда Москвы Команда победительницей Чемпионата России Стала первая команда Санкт-Петербурга 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 Во второй группе За третье место Награждается Команда Тюменской области На втором месте Команда Воронежской области Первое место Завоевала команда Краснодарского края Команда Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга В третьей группе в командном зачете субъектов Российской Федерации за третье место награждается Магаданская область. На втором месте Вологодская область. Командой победительницей третьей подгруппе стала команда Челябинской области. Дорогие друзья, лучшей спортсменкой чемпионата России стала Ника Гадун, Москва. Лучшим спортсменом среди мужчин стал Павел Самусенко, Мурманская область. И лучшими тренерами признаны Сергей Вячеславович Шершуков, тренер Ники Гадун и вице-президент Всероссийской Федерации плавания Мурманской области. Поправка. Федерации плавания Мурманской области. Екатерина Владимировна Лебедин, подготовившая Павла Самусенко. Федерации плавания Мурманской области. Федерации плавания Мурманской области. Федерации плавания Мурманской области. Дорогие друзья, на этом чемпионате я не смогла вам в 2021 году на новой годе. А вот еще поздравляем с победителями Юрьевым. Благодаряю себя и внести к урбоку за университетом. Благодаряю себя и внести к победе, чемпионата, чемпионата. Желаю всем всем приветствам крепкого здоровья на новом встрече. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...